МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В республике все участки открылись вовремя, без происшествий. С самого утра большие очереди. Люди идут целыми семьями. У всех в праздничном настроении. Выбор президента России – это событие исторического масштаба и значения. От их итогов зависит внешнее и внутреннее развитие страны, нашей республики за многие годы вперед. Естественно, каждый сам решает, за кого голосовать, какое будущее выбирать. Но важно защищать свой мир, свои ценности, свой уклад жизни. Я проголосовал за независимую, суверенную и сильную Россию. Вместе мы, сила, голосуем за Россию. Отдать свой голос – значит определить будущее России, повлиять на политический и социальный курс нашей страны может каждый. Основная масса избирателей приходит рано утром, чтобы успеть проголосовать до начала рабочего времени. Для создания атмосферы праздника играет музыка и продают различную выпечку. Долг гражданина, который достигшийся 18-летнего возраста и который переживает за свою родину, будущее своих детей. Я сегодня решил проголосовать, чтобы до работы, чтобы потом не отвлекаться. Мы выбираем дальнейшее развитие нашей страны. Но это обязательно выбор для каждого человека. На участке Ангарский прикреплены почти 2900 избирателей. Более ста из них подали заявление о голосовании на дому. Маломобильные граждане, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательную комиссию. Также эти заявления мы будем принимать до 17 марта, до двух часов дня. Комиссии будут приезжать на дом. Камеры видеонаблюдения, которые записывают и звук общественных наблюдателей, от каждой партии и полицейские. На избирательном участке 28 соблюдены все необходимые правила. Нынче было информирование населения, обходчиками УИК. И оно успешно прошло. В данный момент по списку 2300 избирателей у нас. Наблюдатели. Пока зарегистрировались четверо наблюдателей от разных партий. Голосование – способ выражения своей воли и участия в управлении страной. Свой голос отдал и председатель Верховного хурала Канол Дава. Сегодня мы заметили, что при открытии участковых избирательных комиссий мы услышали гимн нашей любимой Родины. Это очень символично, это очень достойно, это очень правильно. Потому что люди понимают, что сегодня мы решаем, мы все вместе, все россияне решаем будущее нашей страны, будущее наших детей, суверенитет нашего государства. И мы хотим, чтобы мы и наши дети жили в сильном государстве, в сильной России, которая идет вперед к пути экономического развития нашей страны. На базе 18-й школы Кызыл организованы два участка – 35-й и 36-й. Уран-Мангуш сегодня голосует в национальной одежде. Для меня это праздник, делятся избиратели. Для всего народа, для всей России сегодня стоит вопрос, кого же выбрать. Я сделала единственно верный свой шаг для будущего, для процветающего всей России. Выбор – это большой праздник всероссийского масштаба, можно сказать. А когда я была маленькой, я помню, что выборы мои родители отмечали всей улицей. С утра мы вставали, дома стоял такой аромат булочек. На избирательном участке пригородный свой выбор должны сделать более 2000 человек. Жители голосуют активно, отмечает председатель УИК. Как только мы открылись, начали активно уже голосовать. И до сих пор народ идет, это нас уже радует. Перед выборами уже с обеих сторон по диагонали камеры установили. Камеры, видимо, где не работают. Напомню, что голосование продлится три дня – 15, 16 и 17 марта. На пост президента претендуют четыре кандидата. Участковые избирательные комиссии будут работать до 20 часов. Айра Аса, Бену Юн и Азамат Очур, телеканал ТУВА-24.